Наш президент держит в этой очень-очень сложной оперативной обстановке руку на пульсе всех процессов, которые происходят. Безопасность сейчас на первом месте. Мы прогнозируем значительную эскалацию обстановки по периметру нашей страны. Это связано, во-первых, с темой боевых действий на южных направлениях, с этим все сейчас связано. Ну и второе, которое обсуждается, это все-таки непрекращающиеся попытки дестабилировать ситуацию внутри нашей страны. Это, прежде всего, центры за границей, которые планируют эту деятельность при поддержке непосредственных кураторов, в том числе и с числа иностранных спецслужб. Планируется ряд таких серьезных акций на нашей территории. Спонсоры не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость. А спонсоры – это иностранные заинтересованные лица, как физические, так и спецслужбы и другие организации. Поэтому в этих условиях глава государства распорядился, чтобы мы доложили предложение по реагированию на эти все вызовы. Я должен подчеркнуть, что у нас идет эта тихая каждый день работа, и ее глава государства лично контролирует, знает все нюансы. В ближайшее время, я думаю, неделю-полторы мы покажем результаты этой работы. К сожалению, не все наши граждане, еще не все осознают ту опасность, которая складывается вокруг их, вокруг их семей. Поэтому мы на примере уже реальных материалов, реальных задержаний, работы контрразведки, работы подразделений по защите конституционного строя, которые предотвращают реакты, покажем. Вот эти примеры для того, чтобы наши люди понимали, с чем мы имеем дело. В этих условиях будут приняты по указанию главы государства ряд мер, связанных с ужесточением контрразведительного режима, для того, чтобы работать на упряжении, на профилактику и не допустить в конечном итоге того, что происходит рядом с нами в различных регионах. Безопасность людей, наших граждан, семей на первом месте у главы государства. Мы, соответственно, докладываем ему, выполняем тех поручений, которые даны президентам в связи с этой непростой складывающейся ситуацией. Но хотел бы подчеркнуть, что президент руку на пульсе держит, и нашим гражданам, не расслабляясь, можно быть уверенным, что все, что необходимо, делается.